Космические технологии, безграничные возможности, новое оборудование получит детский реабилитационный центр. Где зимует ФЛЕКС, ученые публикуют спутниковую карту перемещений серых китов. Эту нелетающую птицу знает, пожалуй, каждый малыш. Но мало кому известно, что с виду неуклюжие пингвины дали свое название уникальному костюму, который используют космонавты для реабилитации после месяцев, проведенных на орбите. А одна из модификаций этого костюма служит для лечения ребят с диагнозом детский церебральный паралич. Семилетнего Андрея профессиональный массажист готовит к тренировкам в специальном костюме Адели. Прежде чем надеть его, необходимо разогреть мышцы мальчика больного ДЦП. Здесь знают, это не приговор, а лишь испытание, через которое обязательно нужно пройти. Если целенаправленно заниматься с ребенком, то в будущем он спокойно сможет вести полноценную жизнь. У нас дети есть, которые первые начинали заниматься. Сейчас 13-14 лет. То есть дети самостоятельно ходят, самостоятельно и учатся в нормальных школах, и учатся хорошо, даже отлично. Костюм Адели был разработан в 90-е годы прошлого века на базе пингвина. Так называется костюм, который используется для реабилитации космонавтов. Суть Адели – создание виртуального мышечного каркаса за счет системы опорных и нагрузочных элементов. Он настраивается индивидуально для каждого ребенка. Эти костюмы Центр преодоления получил по совместному проекту с компанией «Сахалин Энерджи». Это наш самый-самый первый проект с Центром преодоления, когда мы с ними начали сотрудничать. Все-все-все абсолютные идеи, которые там внедрены с нашей помощью, это их идеи. Ну и самое уникальное, что это действительно новейшие разработки. Буквально через несколько недель преодоление обзаведется еще одним уникальным реабилитационным комплексом – «Саундбим». Разработка британских врачей и ученых уже в пути на остров. Система ультразвуковых лучей, когда луч посылается, потом от какой-то преграды отражается и преобразуется в какие-то звуки музыкальные. Отзывы очень хорошие, что для детей, особенно тех, которые с диагнозом не обучаемы, это один из лучших способов вхождения их или познания их мира. С серыми китами многомиллионная телеаудитория познакомилась с осенью прошлого года, когда российскому премьеру Путину вместе с учеными удалось взять образцы кожи одного из самцов охотско-корейской популяции. Еще одно важное событие произошло чуть позже, 4 октября. Исследователям, наконец, удалось пометить кита по имени Флекс, которого впервые 13 лет назад заметили детенышам у берегов Сахалина. Все это для того, чтобы изучить пути миграции морских гигантов. Дело в том, что помимо охотско-корейской популяции существует еще и более многочисленная Чукотско-Калифорнийская, которая летом пасется у берегов Чукотки, а зимует в Калифорнии. А куда же уходят киты, проводящие лето у берегов Сахалинского залива Пельтун? У нас нет никаких сведений, куда эти животные идут, что с ними происходит, где их район зимовки. Ведь охранять этих животных нужно на Сахалине. Но также нужно их охранять и на путях миграции, и в районах зимовки. Вот для того, чтобы выяснить, как они идут и куда они идут, как раз и разработана эта программа мечения. Компания Сахалин Энерджи приняла решение о финансировании программы мечения китов. Раньше предполагалось, что киты зимуют в районе Кореи и Китая, но в январе флекс обогнул Камчатку и оказался вблизи пути эмиграции чукотско-калифорнийской популяции. По поведению одного лишь кита трудно делать всеобъемлющие выводы о местах зимовки всех охотско-корейских китов или о наличии лишь одной популяции. Тем не менее, ясно, что киты, обитающие в Охотском море, вовсе не изолированы от своих более многочисленных чукотских собратьев. А их насчитывается порядка 20 тысяч. Кстати, следить за перемещениями флекса по океанским просторам может любой желающий. Спутниковая карта путешествия кита размещена на сайте Института проблем экологии и эволюции. МЧС предупреждает, выходить на лёгкое не опасно. Троих рыбаков сняли с льдин. Рыбанка на льду – это очень опасно. Нельзя рисковать своей жизнью напрасно. Со льдом не шути на реке или море. И будь осторожен, чтоб не было горя. Для зимних забав, для коньков и хоккея катки есть надёжные. Там веселее. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова